Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео хочу рассказать о Фридланде и как мы там находились. Как я уже говорил в предыдущем видео, до Фридланда мы добирались с Гетингена на поезде. И вот, прибыв во Фридланд, мы сразу пошли в первый дом, где проходит регистрация всех прибывших туда. Там мы подали свои документы в окошко и нам сказали ожидать, вас вызовут. Ждали мы довольно-таки долго, мы ждали до 5 часов, а прибыли мы туда около часу. В 5 часов, около 5 часов нас вызвали, дали нам вот такие вот бегуночки, что мы должны делать, находясь во Фридланде. Дали нам карточки на питание каждому, дали нам ключи от комнаты, где мы должны жить. Вот, и на этом все. Мы жили в доме 54-м, в комнате 207. Да, это был второй этаж. Дом довольно-таки нормальный. Но единственное но, на всем этаже мы были одна русская семья. Вообще семья Шпетов-Зидлеров. Остальные у нас были все мужского пола из Сербии и из Косово. В принципе, было все нормально. Вот, когда мы это все получили, заселились, на следующий день в 7 утра, как написано в бегунке, 11 сентября, мы пришли в первый дом для того, чтобы отправиться на рентген. Но пришла женщина и сказала, что у вас в списках нет, поэтому сегодня вы на рентген не поедете. Записал нас на следующий день на рентген, то есть на 12-е число. Все, ладно, окей. Но у нас в этот же день стоял также термин во втором доме, в кабинете номер 202. Да, кабинет номер 202. Мы пришли в этот кабинет, побыли немного в очереди. Очередь довольно-таки большая была, но мы попали удачно, что пришли, были там пятые или шестые по очереди. Мы зашли, там сидит такая довольно-таки милая, добрая женщина, которая нам все четко объяснила, дала документы для джок-центра на ту землю, в которую мы попадем, дала нам вот такой вот список адресов джок-центра во всех землях Германии, так как они заранее не знают, куда распределять нас. Все, этот термин мы прошли. Теперь ждали 12-е число, чтобы ехать на рентген. 12-е числа в 7 утра мы также пришли в первый дом, чтобы ехать на рентген. И где-то уже полвосьмого подъехал автобус. Мы все в этот автобус сели, нас было около 70 человек. Шпету у Зидлеров было человек 10-15, остальные все были беженцы. И нас повезли на этом автобусе в Гетинген. Уже 8 часов утра мы были в Гетингене, в больнице, где нужно было проходить рентген. Нас разместили в комнате ожидания. В первую очередь брали кровь у беженцев. Это было в первую очередь. Потом проводили осмотр детей, абсолютно всех, что у шпетов Зидлеров, что у беженцев. Детский врач проводил осмотр детей. И уже в районе 11 часов нас разделили на две группы. Это были мужчины, это были женщины. И мужчины пошли вперед делать рентген, женщины потом. Рентген делали довольно-таки быстро. Зашел в кабинку, тебя сфотографировали, все, готов. Уже где-то все это мы закончили в районе 12 часов, в начале первого. И в час мы уже были во Фридланде. Приехав во Фридланде, мы сходили в столовую, пообедали. И сразу же пошли, как я говорил, во второй дом, в кабинет. Ой, извиняюсь. Пошли мы сразу потом в 16-й дом. Для того, чтобы подавать документы для распределения. Пришли туда, подали документы. Это были свидетельства о рождении, заключение брака. Все наши документы, все оригиналы. Вызов, который нам приходил на разрешение на въезд в Германию. Загран паспорта, визы. Все это, документы нам взяли, сделали копии. Все. И назначили термин уже на 15 сентября. Второй раз на 15 сентября. В 7 часов утра. 15 сентября, в 7 часов утра. Мы пришли на термин. Сидели очень долго. Сидели очень долго. Нас приняли во второй половине дня. Народов было тоже очень много. Скажу сразу, что в 16-м доме туда проходит только шпетаузидлеры без беженцев. Беженцы туда не ходят. И только шпетаузидлеры ждут там свое распределение. Вот. В этом же доме, в 16-м доме, на нижнем этаже располагается Ротас Кройц. Красный крест, где находится фрау Грамс. Обязательно сходите к этой женщине и проконсультируйтесь. Даже не проконсультируйтесь, просто сходите. После того, как вы узнали, куда вас распределили, вы опять же приходите к фрау Грамс. Она вам дает такой вот листочек. Пошагово, что должен сделать шпетаузидлер, прибыв в тот город распределения, куда ему сказали. Здесь все пошагово написано, что куда сходить, зачем сходить. Плюс дает такие вот памятки, где написано, кто такой шпетаузидлер. Потому что в некоторых землях очень давно не было шпетаузидлеров, и поэтому как-то она дает эти памятки. Все наши права шпетаузидлеров, все здесь расписано. Фрау Грамс, она работает, по-моему, с 8 утра и до 5 с обедом. У нее есть обед. Очень милая женщина. Очень. И она помогает абсолютно всем, совершенно бесплатно, по любому вопросу. Вы к ней приходите, даже какая бы у вас ни была трудная ситуация, она вам поможет. Также она занимается переводом документов, и рекомендую лучше сделать перевод у нее. Немножко дороговато, но вы потом не пожалеете, что сделали. Потому что, прибыв на землю, сразу нужно быть документом, приведенные. Это документ, приведенный свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака. Мы у нее приводили. Вот она нам сделала такие вот свидетельства о рождении. Такой бумагой, красивый. И такое тут свидетельство о заключении брака. Переведенный уже на немецкий язык. И нам это прям сразу пригодилось по приезду в город распределения. По ценам. Цена, ну, немножко дороговато, конечно. Но не так дорого, как в других землях на месте уже. Вот она дает такой это рейхнутк счет, и в котором все расписано, что, сколько стоит. Так что советую, обратитесь к фрау Грамс, сделайте перевод. Она его делает довольно-таки быстро, за один-два дня. Мы сразу обратились к ней и сделали перевод. Потом, по Фридланду, дальше. Как я говорил, нас распределили 54-й дом. Мы там жили на протяжении практически двух недель. Мы ждали очень долго. Мы жили там с 10-го сентября по 23-й сентября. Так, что дальше? Дальше, что можно еще пригодиться во Фридланде? Сразу по прибытию, где-то на второй или третий день мы пошли. Такая там есть организация, как Каритас. Тоже Красный Крест. Каритас называется. Где мы получали вещи? Туда, опять же, только шпета у Зитлера. И там выдают довольно-таки хорошие вещи, новые, абсолютно новые вещи, не былу. Сначала, как бы, выдают в такой последовательности. Сначала выдают на детей, потом выдают мамам, женам, и потом уже как бы мужчинам дают. У нас получилось, что нашему ребенку выдали, у нас ему 4 года, выдали рюкзачок полностью с набором для бутербродов, для соков воды, чтобы ходить в детский сад. Выдали также ему обувь, кроссовки, выдали ему джинсы, выдали ему для сна, костюм, пижама. Потом что ему выдали? Кофточки выдали, различные маечки. Довольно-таки много вещей новых, хороших, качественных вещей. Моей жене выдали тоже джинсы, выдали какие-то кофточки, маечки, выдали обувь. Мне выдали обувь, кроссовки, и выдали теплую куртку. Такой теплый куртка. Так что прекрасно. Обязательно когда сходите, обязательно рекомендую. Потом, когда выдают талончики для питания во Фридланде, можете ходить, можете не ходить. Ну, я, допустим, утром ходил один, на детей до 6 лет можно брать с собой. Брал с собой паспорт ребенка, загранпаспорт ребенка, брал у него карточку, было, что есть ребенок, 4 года, и они обязательно каждое утро детям выдают молоко. Один литр молока, упаковка, они каждый день выдают детям. На обед мы ходили все вместе, очереди огромные, большие, но их можно выстоять, они, очереди, довольно-таки быстро. Что дают во Фридланде, в столовой? Утром обычно дают это джем, это сыр, это булочки, обязательно. Бывает колбаса, бывают яйца, фрукты, это обязательно. В обед дают либо первое, но это очень редко, в основном второе, также дают хлеб, а утром дают еще масло, забыл сказать, утром масло обязательно дают. Дают, в обед дают чай, компот, то, что по-разному бывает. дают овощи, фрукты в обед. Вечером по аналогу завтрака это булочка, колбаса, масло, сыр и чай. Продолжаем дальше. как я говорил, мы пробыли в Фридланде с 10 сентября по 23 сентября, довольно-таки долго, две недели практически. И вот, в 16 дом мы ходили на термины много, обычно ходят 2-3 раза на термины. Мы были в 16 доме 9 раз на терминах, 9. Потому что все наши родственники в Германии живут в Баварии, мы просились в Баварию, но не было ответа из Баварии, и мы поэтому долго ждали. Но в конечном итоге в Баварии мест не оказалось, и нам сказали, либо едете вы в Теренгию, либо снимаете гостиницу за свой счет и ждете, пока освободятся места в Баварии. Но мы, конечно же, выбрали Теренгию. Все сказали, что Теренгию, сказали, приходите завтра, и будут готовы документы. Пришли на следующий день, нам выдали такие вот регистры шайны каждому, такие вот регистры шайны каждому выдали, где написано, что такой-то, такой-то, такого-то года рождения земля распределения Теренген. Вот здесь написано земля распределения Теренген. Все. Выдали нам эти документы. Потом мы пошли, опять же, в первый дом для того, чтобы выписаться. Нам сказали, что все это нет. Придете завтра утром, мы вас выпишем и выдадим деньги и билеты. А, не спросили там, как вы поедете с родственниками на машине либо на поезде. Мы скажем, что поедем на поезде. Иначе там должны были выдают еще билеты на поезд бесплатно. 23 сентября с утра. 23 сентября сначала сдали все вещи с комнаты, постельное белье все сдали. Потом пошли, сдали ключ, сдали талончики на питание. Получили в кассе деньги получили в кассе деньги по 112 евро на человека. Да, 112 евро на человека мы получили. Потом пошли, получили билеты. Получили билеты на поезд и все. Уже 9.45 по-моему. Да, 9.45 у нас был поезд. С Фридланда прямо оттуда там как бы останавливаются поезда. Вот. Мы сели на поезд и поехали. Наш город распределений был, как я говорил, земля Тюрингия, Тюринген, а город Апольда. Все мы полностью, все 8 человек со своим багажом поехали в город Апольда. Добрались мы туда довольно-таки быстро за 2,5-3 часа сделали при этом около 5 пересадок. Представляете, каково это? Бегать со всеми сумками, чемоданами с перона на перон. Это был ужас. Ну, все, уже приехали когда Апольда нас здесь, на вокзале, на железнодорожном вокзале встретил хаус-мастер с Хайма, в который мы ехали и отвез нас в Хайм. На этом видео буду заканчивать. про фрезер. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр моего канала. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго и до скорых встреч!